Сегодня в России День морской пехоты. 27 ноября. В 1705 году Петр I издал указ о создании морского полка. В Нижневартовске черные береты свой праздник отметили сдачей крови в специализированной службе. Один из пехотинцев решил стать донором еще и костного мозга. Жанна Кузьмина продолжит. Праздничное утро у участников Союза морских пехотинцев началось в службе крови. Большинство из них доноры с многолетним стажем. Мотивация у каждого своя. Каждый год это наша традиция. Кто не может по работе, у меня вот получилось отпуск, выходной день без проблем. Я понимаю, что это движение правое, надо помогать людям. Поэтому я здесь. Отмечать армейский праздник в донорском кресле – настоящий мужской поступок, объясняет свой визит на станцию Александр Байбус. В этом году он решил стать еще и потенциальным донором костного мозга. Эти клетки необходимы для лечения ряда тяжелых заболеваний, в том числе онкологических. Их также выделяют из крови. Для первого раза достаточно сдать всего 3 миллиграмма биоматериала. Мне предложили, рассказали БТ-акции непосредственно работники службы крови, объяснили значимость ее и насколько маленький процент совместимости, и насколько важно это. Я решил, что для меня это несложно абсолютно. Вступить в реестр, если необходимо будут мои клетки костного мозга, я обязательно, конечно, помогу. Формированием регистра доноров костного мозга в восточной части округа занимается Нижневартовская станция переливания крови. За год медикам удалось собрать и отправить в научную лабораторию свыше 300 проб. Все данные попадают в федеральную базу. Важно, чтобы она постоянно расширялась. У нас в городе была возможность у людей, сдав образец в определенных лабораториях, которые взаимодействовали на тот момент уже с Кировским НИИ, попадать в регистры доноров костного мозга, разрозненные, которые поддерживались НКО, некоммерческими организациями. Вот на таких доноров, да, мы уже выходили. Теперь они попали в регистр общий федеральный и проживали в нашем городе. Два случая таких уже было, когда наших жителей города Нижневартовска привлекали для дополнительного более углубленного обследования для конкретного пациента. Станция уже давно не собирает компоненты крови про запас. У каждой донации есть адресат, то есть человек, которому эта порция жизненно необходима именно сейчас. Например, тромбоциты, которые сдали черные береты, спустя сутки отправят в отделение детской онкогематологии. Жанна Кузьмина, Ирик Абдулганиев, Вести Егория, Нижневартовск.